Девушки отдыхают Всем доброе утро! Доброе утро, друзья! Мы проснулись! Дубак дикий! Сейчас приоткрою, посмотрю, что там. Так, а что это открыто? Бля, а что она открыта была всю ночь? Это что-то холодно. Всю ночь она была открыта. Эй, соседи! Соседи, доброе утро! Вот так вот вчера солнышко. Смотрите, были горы видны, а сегодня... Надо пойти все свернуть, сделать и валим. А мы хотели, кстати, вот там остановиться. Мы там остановились, вообще была полная жопа. Ну что, мы потихонечку начали убирать палаточку. Я думаю, вы должны увидеть все это веселье. Я сделаю вот так, извините, если где-то что-то будет попадать. Ну что, лично? Так, ну что, всем еще раз доброе утро. Оперативно мы собрали наш штаб примерно где-то за минут 15. Охреневший. Залезли в машину, которая уже к этому моменту немножко прогрелась. Сейчас как подснежники оттаяли. И спускаемся вниз. Самое, наверное, сложное, это то, что выпал снег. Но хорошо, что еще нет сильного льда, потому что у нас летняя резина и спуски, я думаю, что предстоит весело. Все, короче, погнали, ребят. На ручнике едет. Я же говорил, что система помощи спуска с горы. Дрифтить хотел. Нет, просто в Toyota есть система кроул контрол и система помощи спуска. А я, привыкший в детстве ездить на российских машинах, там был такой краун контрол. Выжимаешь ручничок и она медленно скатывается. Еще раз всем доброе утро. В общем, благополучно мы спустились с горы. Спуск оказался вообще не заснеженный, обычный. И сейчас едем дальше в сторону ТВ. Наша задача покушать где-нибудь в каком-нибудь кафе, отогреться, там попить горячего чая. И сегодня все-таки постараться доехать до границы с Монголией и пересечь ее. Поэтому сегодня без особых остановок едем до границы с Монголией. Вот так вот, смотрите, бедняга перевернулся. Интересно, все живы-здоровы и давно ли это вам тут? Вот так вот, поэтому нужно быть аккуратнее. Дорога мокренькая, наверное, ночью был лед еще, подморозил. Но сейчас 3 градуса, выехал, и был ноль. Поэтому я думаю, что вот так вот ледок был. Нужно ехать аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь дорога стала похожа на колымскую, на федеральную трассу Колыма. И можно сказать, что практически как дома. И природа, и дорога, и погода. Так, ну что, мы въехали в республику Тыва. Выехали из Хакасии, из Костяновского края. Хорошо, свежо, но мы еще не умывались и не кушали. Поэтому быстренько фотаемся и едем дальше в цивилизацию, где можно поесть. Готовить сегодня самим вообще не хочется. Короче, мы, если вы помните, останавливались в лагере. Влад в лагере оставил сушиться свои носки. И что же вы думаете, они все это время ехали с нами. Там, наверное, те, кто нас видел со стороны охеревали, то это чуваки с носками путешествуют. Мы продолжаем с вами наш репортаж. Сейчас пойдем выйдем на точку и там отснимемся. Машина осталась там. Мы движемся наверх. Кстати, после чашнего похода очень легко идти. Друзья, уверен, что звук пишется плохо. Тут очень-очень сильный ветер засдувает. Очень сильный мой ветер. Забрались на небольшую вершинку у дороги. Для вас заснять красоту. А вот мы тоже поселочек. Мы, собственно, туда весь путь ездили. Красиво, красиво, но холодно. Ну что, ты будешь забирать? Тогда же я без них. Мой любимый пар. Они не выспыли. Короче, по всему этому поводу на сегодняшний день, вот прямо на сегодняшний момент у меня следующий вывод. Комфортно путешествовать. Либо зимой, либо летом. Летом тепло, а зимой ты точно утеплился. Хорошая одежда, хорошая экипировка. И тебе гораздо теплее. Сейчас вот этот переходный возраст, когда мы были в теплом, потом резко стало холодно, потом ветер, потом мы одеваемся опять. Ваня на заднем плане еще говорит, да, это же еще, понимаете, добавляет веса сейчас вот в то, что я сказал. Поэтому могу сказать следующее. Виды, конечно, осенью красивые. Но холод собачий. А дальше уж думайте сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше самое интересное. Десятка с нами ехала уже в прошлом году. Проехала больше 40 тысяч километров. Она точно не пропускает, не воняет. Естественно, груздок. Двадцатку. Мы купили той же марки, но ни разу ее до этого не тестили. Надеюсь, что она будет такая же. И не будет пропускать. В общем, мы приехали в столицу Тылу, в Кызыл. Немножко померли и решили взять себе мороженое. Ты будешь какую-нибудь? Да, сушать. А можно мне просто ванильный пломбир? Медведь. Сколько стоит? Ильичек. 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 Мы наконец-то добрались до места, где мы смогли умыться и вот сели покушать. Сразу видно, да, кто ходил умываться, а кто заказывал, видел. У тех ребят уже давно. А у меня только кофе и Ваненморс. Ты вообще классный парень, да? То есть мы не умытые, но сели есть и чистить. Да, красавица. Чувствуете, вот это и отличает, собственно, людей. Как долго он подъем? Вот это вот вообще, смотрите, вегетарианское у него просто вкуснятие. Адем. Вот. А, вот. Все. Мы же заказывали ротеном, да? Это Антон, да? Нет, я с картошечкой заказывал. Я с картошечкой яйцом заказывал. А, это мое. Окей. Вот так оно бывает. Видите, как? Ваня чуть не подрезал. Ваня не просто еще ходит серьезно, а еще и может подрезать, когда кто-то расслабляет. Главную миссию выполнили, покушали, умылись, загрузили все фотографии в аккаунты, которые только можно и нельзя. И довольные, сытые, но на расслабоне, едем дальше. У нас сейчас пол третьего, боюсь, что можем не успеть, потому что погранические Монголии могут закрыть свой переход в пять часов. Будем надеяться на лучшее и едем вперед, деваться все равно никуда. Назад пути у нас нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выехали мы из Кызыла и решили ехать через восточный, вернее, через западный пункт пропуска, через границу, которая ближе к Горному Алтаю. Называется он Хандегайты. Вот во время того, когда мы двигались, узнали мы, что он работает до шести часов. Сейчас у нас уже начало пятого. У нас впереди еще 200 километров. Там чуть-чуть поменьше. Есть вероятность того, что мы можем просто сегодня не успеть. Если мы не успеем, то остановимся прямо перед границей, прямо на границе. Если нас пропустят наши погранцы, а не пропустят монголы, то останемся на нейтральной полосе. Если пропустят и те, и те, то сегодня видим в Монголе. Вот примерно такой план на ближайшие три часа. Монголы. Тот м win stage. Монголы. Так, ну что, похоже дело здесь родился Сергей Кожигетович Шойгу. Ну или это просто так, его здесь любят. Мы едем, едем. Я смотрю, думаю, есть заправка, нет заправки. Оказалось есть, но может быть все дело из-за названия. Смех смехом, нам на самом деле до границы осталось буквально километров 10, может 12. Это крайняя заправка, мы, правда, проехали ее. Сейчас вернулись назад, заправляемся дизелем по самой неболуси. Напомню, что канистры 30 литров мы заправили еще в Кызыле. И сейчас едем к Монголии, но через 5 минут закрывается погранный переход. Боюсь, что мы не успеем. Ну, к нему мы поедем при любых подкарках. То, что, смотри, какой делать полезный? Себе делаю числе стекла. К вопросу о топливе. Топливо здесь уже начинает стоить 40 рублей. Именно здесь, на этой заправке. Но банковские карты принимают. Это очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп, стоп! Доволение! Нажми на кнопку там! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загрузка брызгает в обратную сторону, но вы можете вставлять трешнее У нас есть четкий план движения По плану мы должны были сегодня уехать Заехали к вам в столицу, пока там все встречи, пока сделали все дела, выехали По пути еще здесь столько мест у вас красивых И чуть-чуть не успели, вы сами видите, что приехали, доехали до туда, все не успели Вернулись назад, забрали сейчас в магазин и назад Может быть вы позвоните, может мы там встанем где-то недалеко Так, ну что, доехали мы до населенного пункта перед самой границей Перед самой границей с Монголией, не успели на КПП И пока мы тут остановились в магазинчике, к нам подошел сотрудник таможни Вернее, сотрудник погранслужбы И сказал, что в соответствии с федеральным законом мы не имеем права Находиться без пропуска в погранзоне Вот, но мы объяснили ему, что мы просто немножко не успели Да, то есть и соответственно Он поначалу нам сказал, либо 5 километров отъезжайте назад, да, то есть вы не имеете права в 5-километровой зоне находиться Ну, либо у вас должны быть пропуска По итогу мы ему объяснили, что мы едем, что мы путешественники И в первый раз в жизни мне понадобилась вот эта корочка Скажу честно, что и она работает Ну, первый раз в жизни я ее показал, он сказал какие-то документы Я показал ему документы, потом еще показал паспорт Он сказал, ну, хорошо, раз русское географическое общество Значит, можете переночевать прямо перед границей рядом с КПП Вот, поэтому... Поехали в магазин Да, сейчас едем в магазин Вот что значит, да, родина директора русского географического общества Президента, не побоюсь этого слова, русского географического общества Ладно, еще раз привет Шойгу, и мы едем дальше В общем, наша машина здесь, это как красная тряпочка Во время Карины Все идут на нее, смотрят Самая прикольная тема, которая есть Всегда, когда въезжаешь со стороны другого государства на территорию России Первый столб, это всегда нулевой километр Тоже очень прикольная тема А сейчас мы находимся в погранпереходе Хандай-Гаты 2116 километр Все, завтра будем здесь переходить границу А сегодня где-нибудь вот здесь заночуем в пограничной территории Я уже здесь ломался, 4 часа приехал Не заложится никак А что такое случилось? Шахматисты возили в Монголию Второй машину внесли А что не заводится? Может бензоноскоз или что-нибудь Тачк что-то Ну сейчас машину отгоним, я подойду сейчас глянем В общем мы сейчас обсуждали всю ситуацию о том, что место так себе Потому что смотрите, немножко бугры Тут что-то разбито, тут какашка коровья Но во всем в этом есть один плюс Этот плюс заметил Влад Влад, какой плюс? Вид на Монголию Друзья, ну когда вы еще И когда мы еще будем ночевать Не в Монголии, а именно в России Но с видом на Монголию И на пакет Смотрите, в Монголии как красиво А в России то тоже Вот, ты посмотри какая красота Ну посмотри, посмотри Надо путешествовать Давайте, все После этого видео После просмотра этого видео Собирайтесь, друзья И отправляйтесь в путешествие Берите друзей Надежные машины Можно даже легковую Не обязательно крузак Но крузак это тоже круто И отправляйтесь путешествовать Если вам понравилось это видео И вообще нравится все, что мы делаем Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал А нам от этого только приятно В общем ситуация следующая Когда мы подъехали К нам подошел мужчина Вот из того Ниссана И сказал, что у него проблемы Не завелся Ниссан Он тут с 4-х дня стоит Какая-то проблема Либо с топливом Либо с чем-то Сейчас пойдем Может быть поможем ему Посмотрим в общем Что у него там случилось А есть кому Если что за вами приехать Так На подачу сюда я думаю Что он вот Либо вот этот Либо этот Сапуна идет Здесь Топливная система Понятно что ничего не понятно Ну что там не снять Ой что-то далеко Это топливый да? Снега Ну там топливный шланг должен быть На подачу он идет сюда Здесь где заслонка получается Подается Вот воздух Здесь смешивается И вот через спасной коллектор Подается И не посмотреть его никак Сейчас наверное придется Этот эвакуатор вызывать Из Козыла да? Не ну а здесь что нету поблизости Нигде? Ну из Козыла да А вы сами откуда? Из Козыла Ну из Козыла Ну а что деваться некуда Кстати Про наш лагерь Сегодня мы ночуем На высоте 1193 Будем считать что 1200 метров Над уровнем моря Так что вот На сегодняшний день Это у нас будет Самая высокая Да? В тот раз там поменьше чуть было Это будет Самая высокая ночевка На сегодняшний день Но на пять с копейками Нам тоже придется поночевать Ну или около пяти Ну что если вы помните Тут там дедушка был На Ниссане В общем Ждет он сейчас Помощи Должны за ним приехать Из лежачей деревни Чтобы забрать Ниссан Ну и там уже с ним разобраться А пока мы пригласили его За наш стол Пусть даже с Дошираком Тем не менее И вот Все вместе кушаем Ну как? Согрелись? Вот немножко то Ушла курточка А что там? Спасибо Ушла Субтитры сделал DimaTorzok